Друзья, нуждаюсь вашей помощи. Добрый день дорогие друзья и гости на моем канале. Сегодня я думала совсем другое ставить видео сюда в интернет, но то, что хотела даже снять в том видео. Сейчас мой муж работает, сейчас суббота и моему мужу позвонили, что нужно на ферме поработать кое-что. Ну он сейчас сидит в бюро и я лежу в детской комнате, сделал маленький такой обзор, что я делала в последние дни. Сегодня утром в субботу я просто отключилась, дети играли рядом, я просто уснула на диване, я не знаю вообще как, вообще уснула, ну короче уснула. И бывает такое, вчера сидела до полночи, до 12 часов сидела, потому что все и сегодня утром доделала еще и работала. Работаю сейчас на данный момент дальше над зимней коллекцией, которая у меня в голове стоит, у меня задумки есть, я не знаю что делать, пока не закончу эту коллекцию, хочу быстро выставить в интернет. Начнем с того, что уже одна штучка 100% уже готова, это обязательно. Сейчас на данный момент еще с девочки иду, а потом еще мальчиков уже буду начинать. Такое платьишко, красивые цветочки такие, это 100% хлопок, джорзи, трикотажный хлопок, 5% филостана, остальное все хлопок. И очень красивая расцветка, мне очень нравится. И очень вот такие же будут платьишки выставлены, около между 30 и 40 евро, скорее всего они будут. И такие платьишки будут в всяких цветах возможностей, можно разобрать в любом, выбрать в любом. Потом вчера я быстро утренником, это не на продажу, это просто, это не для интернета, но это просто для доченьки, потому что она любит Анну Эльзу. Большая идея, вот моя дочь носит вот такие только платья, она любит только платья носить, которые большие юбки, пышные эти. Ну вот подумала, почему не сделать пулловерок, вот этот пулловерок тоже, это с начесом, джорзи, двойная нитка или как называется, называется у нас Френч Терри. И любимая ее Анна Эльза, пришла я сюда тюлевую юбочку такую, знаете, как пулловерок с тюлевой юбочкой. Тоже интересная идея, что дети, которые не любят носить, только любят платья, не любят носить простые вот под джинсики, джинсики, что-то сверху одеть. И вот попробую как раз вот эту такую модель, как раз спробую, как она у себя дневным, днями ведет себя так. И сделаю, конечно, из других цветов, которые можно продавать. Это вот такой мотив, ну вот этот рисунок мне нельзя продавать, потому что у них лицензия. Есть диснеевская лицензия, и мне нельзя, конечно, такой продавать. Теперь, сейчас, по вот этому платьишку, у меня родилась идея сделать пальто. Переделала из пальто выкройку на такую выкройку, да, делала специальное пальто выкройку, и вот такое у меня платьишко вышло. Вчера я полночи сидела, шила его, мне не кнопки, хотелось утром заделать, у меня не те кнопки пришли, я сейчас перезаказала новые кнопки, будут такие заклепочки, кнопочки, чтобы удобно ей самой будет одевать. Пуговицы я сюда не хочу, и замок тоже не хочу, и сюда как-то вот именно, мне вот эти кнопочки нравятся, которые на кнопочках хорошо будут заклепываться. Теперь, это пальтишка вот в виде вот этого бога платья, которое сделала я, видите, эти цветочки, которые с этим штанцем, которые я вам показывала. Здесь разнообразные, кстати, ткань лоден, вальк лоден называется, это 100% шерсть, и она валеная шерсть. Лоден он валяется, и он, допустим, не допускает, чтобы грязь внутрь попадала, не допускает, что песок внутрь попадал, что вода, водостойкий, он пока его вот в этом натуральном, без стирки оставите, вот так натурально оставляйте, чтобы жирное, вот это жирное качество его оставалось, тогда всё 100%. Везде вот эти, нашила такие цветочки, которые, кстати, разнообразные. Здесь лоден тоже другого цвета, здесь его, видите, по-разному нарешила, сделала внутри, их кругляшком пришила, и здесь вот эта вторая серенькая ткань, это рефлекторы. Рефлекторы, которые ночью будут, когда ребёнок идти будет, его видно будет, что там кто-то идёт. Рефлекторы. Кстати, я единственная, которая вшивает эти рефлекторы в куртке и везде, потому что вот в интернете я не вижу ни одного рефлектора. Потому что когда зимой носить, это у нас в основном темно, нужно, чтобы детей видно было. Внутри я его полностью, здесь полностью обработала этим же хлопком и оставила нижнюю часть не обработанную, почему, ну, не подшитую. Почему? Потому что когда будет в песке или грязи откасаться, эту ткань можно просто отхлопать и всё, и не нужно его мыть. Это классная ткань, кстати, для сильных холодных зим она самая-самая. У нас не такие, у нас в основном сырость, это, ну, самая тёплая курточка, которая есть. Здесь я для Лилечки кое-что сделала такое, видите, нахлёст этого, видите, я подогнула и пришла, вела руками. Почему? Потому что я могу его распороть, потом её удлинить. И оно на три года есть точно, что я весь день возилась с ним. И здесь спрятанные кармашки. Вот они они, внутренние вставленные кармашки с обоих сторон, чтобы можно было и ручки погреть в таком тёпленьком пальтишке. Вот, также здесь капюшон, он остренький капюшон, здесь, говорим, они модные такие острые капюшоны. Вот они они. А здесь мода идёт на эти острые капюшоны, поэтому я сделала в таком виде. Теперь, нуждаюсь в вашей помощи. Я теперь, знаете, сделала классно. Такое на интернете не продают. Продают простые пальто, да, а вот по такому стилю не продают. Вот, поэтому у меня родилась эта идея. Вот я, скажем, материал, за материал всё вместе посчитать с кнопками, с этими всякими рефлекторами. 40 евро точно обойдётся. Сидела я примерно, если посчитать, всё вместе за весь день, там, около 4 часа сидела точно над ним. Вот, напишите мне в комментарии, за сколько я могу такое пальтишко продать. Или за сколько. Вот, многие тоже шьют и знают уже, или когда-то шили. 100% шерсть с рефлекторами, водостойки, пальтишко, вот, как валенок, знаете, такой валёный вальк. За сколько бы вы такое пальтишко бы посоветовали продать. Я уже примерно знаю цену этого пальта. Но, хотела бы у вас узнать, как вы думаете, за сколько можно вот такое пальто продавать. Такого качественного материала, качественного штёра. Как вы думаете? Напишите в комментарии. Я буду рада знать, за сколько вы бы такое пальто продавали бы, допустим. Если бы вы продали. За сколько вы оцените мою работу. Дорогие друзья, на этом видео я сейчас буду с вами прощаться. Завтра у нас поездка на день рождения моей. Как называть её? Швигер-мама. Я её называю Швигер-мама. Я не знаю, свекуровь, наверное, на русском. Я вот путаю. Чё ещё это сверхуровь, свекуровь. Короче, не знаю. Фигер-мама поедем. И у неё день рождения. Я подарю эту сумку. Попытаюсь это заснять. Я не знаю, получится или не получится. Но поедем в ресторан. И будем смотреть, что завтра семейное смогу заснять за весь день. Ну вот, дорогие друзья. С вами буду прощаться. Пишите комментарии. Напишите, пожалуйста, комментарии. Мне очень интересно, за сколько бы я такую куртку могла вставить в интернете. Ну, до следующего раза. Пока-пока.